Приветствую! Перед вами череп щуки. Во многом декоративный по своему характеру исполнения, и он очень сильно отличается по строению от привычных черепово-млекопитающих. Когда стоит задача изготовить череп, например, козла или собаки, речь идёт о цельной и полностью твёрдой конструкции, где есть только одна подвижная деталь – нижняя челюсть. Строго говоря, имеются также три крохотные косточки среднего уха, стремечка, молоточек и наковальня, но они настолько малы, что никогда не учитываются. И на этом всё. Однако у рыб дела обстоят намного сложнее – это древние существа с древним типом скелета. По сути, костистые рыбы, к которым относится и щука, являются первыми животными на планете, у которых появился по-настоящему твёрдый и хорошо окостеневший скелет. У ещё более древних групп, таких как, например, акулы или скаты, скелет состоит в основном из мягкого хряща. Желающий сделать себе чистый череп щуки столкнётся с тем, что ему предстоит собирать своего рода биологический пазл из множества отдельных косточек, порой достаточно тонких и способных искривляться при высыхании. В этом видео я покажу, как делается данный череп, весь процесс изготовления с самого начала, а также расскажу про те уникальные особенности его строения, о которых люди, далёкие от познаний в области биологии, обычно ничего не знают. Итак, в первую очередь нужна щука. Вот эту небольшую рыбку я прихватил на рынке, уже мёртвую, и, разумеется, собираюсь приготовить и съесть. Ну а голову, которую кто-то другой мог бы выбросить или скормить котам, в моём случае ждут особенные испытания. Однако прежде, чем приступить к очистке черепа, давайте рассмотрим поближе те особенности строения, которые позже утеряются. Щука — это прекрасно приспособленный хищник. Она сидит где-нибудь в траве, незаметная благодаря своей окраске, а затем внезапно кидается на проплывающую мимо рыбку. С одной стороны, форма тела позволяет совершать очень резкий бросок к добыче, а с другой стороны, огромная глотка, внезапно раскрываясь, способствует некоторому засасыванию жертвы вглубь ротовой полости. Сейчас вы сможете увидеть, насколько широко она способна раскрываться. Это позволяет нападать на достаточно крупных рыб, ну а излишки воды сбрасываются в жаберные щели. Внутри расположено огромное количество острых зубов. Рыбу трудно показывать достаточно осторожно, чтобы не порезаться. Во время съёмок данного кадра я не смог избежать нескольких царапин, и, возможно, вы заметите кровь, стекающую по мизинцу. Но, впрочем, это мелочи жизни. Самая впечатляющая часть — три площадки на нёбе, сплошь усаженные зубами. Все зубы в этой области сидят на гибких основаниях. Они прижимаются к нёбу в тот момент, когда добыча проходит внутрь, но мгновенно оттопыриваются при попытках движения в обратную сторону. Врезаясь в тело жертвы и не позволяя ей выскользнуть. Шипастая ловушка немного похожа по принципу действия на целое поле из десятков рыболовных крючков. Аналогичные жёсткие площадки имеются и в нижней части ротовой полости. На конце языка и дальше вглубь расположено несколько областей, напоминающих суровую наждачную бумагу и также помогающих удерживать добычу. Эти площадки стоит рассмотреть именно сейчас, так как они сидят на мягком хрящевом основании и позже не войдут в состав декоративного черепа. В этом хрящевом месте соединяются жаберные дуги. У щуки можно увидеть 4 полноценные жаберные дуги, усаженные дыхательными лепестками, а также имеется подъязычная дуга, которая, как видно на данном кадре, объединена с жаберной крышкой и помогает защищать жабры. Если вы пока не понимаете, позже по скелету станет чуть-чуть очевиднее. Ни жаберные дуги, ни подъязычную дугу я не планирую включать в состав декоративного черепа, ибо это заметно осложнит работу, а визуально окажется загромождением конструкции. Однако имеющиеся в них кости все равно очищу и покажу на камеру. Самые крупные зубы располагаются по внутреннему краю нижней челюсти. Некоторые из них сидят очень жестко, а некоторые можно подвигать на местах крепления, так же, как и верхняя. К тому же нижняя челюсть заметно выдается вперед по сравнению с верхней. Глаза довольно крупные, сидят в углублении и, казалось бы, являются важнейшим органом для хищника. Но на самом деле нет. Даже полностью слепая щука способна точно бросаться на жертву. А все потому, что по-настоящему главным органом чувств является так называемая боковая линия. Своё название она получила благодаря тому, что, как правило, мы можем её увидеть именно в виде линии, проходящей посередине тела рыбы. Данный орган позволяет хозяину тонко чувствовать колебания и вибрации окружающей воды. Присматриваясь к щуке, будет трудно увидеть тонкую прямую линию на теле. В данном случае следует снова посмотреть на голову. По всей поверхности головы разбросано множество отверстий, ведущих в сейсмосенсорные каналы боковой линии. В данном случае название не совсем отражает суть, однако дело не в названии, а в том, какая появляется у щуки невероятная чувствительность окружающих вибраций водной среды, в том числе и создаваемых потенциальной жертвой. В сравнении с этим глаза играют лишь вспомогательную функцию. После очистки черепа от боковой линии ничего не останется, поэтому рассматривать её стоит именно сейчас. Ну а теперь пора готовить. Я за кадром рассеку рыбу примерно здесь, на всякий случай полностью оставив весь плечевой пояс с передними плавниками. Благо, это тоже довольно крупные кости, тесно связанные с черепом. Ну а тело? Тело присыпано специями и отправляется в духовку. Его участие в видео заканчивается на данном кадре. Самый простой способ очистить кости черепа – сварить голову щуки. Поэтому голова отправляется в кипяток. По сути, получается уха. Кому нужен бульон, можно добавить картошечки и специи. Дальше есть два варианта действий. Более простой – поварить совсем недолго, максимум минут пять. В этом случае некоторые кости останутся более-менее соединёнными, и их можно попытаться очистить как цельную конструкцию, не разрушая связки. Но тогда, скорее всего, не получится достаточно хорошо очистить череп, и неизбежно сохранится небольшой запах мёртвой протухающей рыбы. Я пойду другим путём, оставлю вариться на полчаса. За это время все ткани полностью размягчатся, а кости можно будет запросто вынимать по отдельности и хорошо промывать под краном. Но зато потом всё это также по отдельности придётся собирать, что займёт достаточно много времени. Пожалуй, в этом месте я объясню на схеме, что будет дальше. Перед вами картинка строения черепа костистой рыбы из учебника по зоологии. Если кому-то хочется знать все названия костей, можете поставить на паузу и почитать. Потому что я намерен убрать текст, дабы не перегружать видеоролик терминами. Я поясню в самом общем виде. В дальнейшей сборке черепа будут участвовать кости, выделенные красным. Мозговая коробка и её ближайшее окружение. Верхняя и нижняя челюсти, а также кости жаберной крышки, которых нет на этой схеме. В сборке не будут задействованы жаберные дуги, коих имеется 5 пар. 4 с дыхательными лепестками, я их уже показывал ранее. И пятая пара недоразвитая, полностью хрящевая, незаметная без вскрытия. Также в сборке не будет задействована подъязычная дуга, за исключением подвеска, который также является частью подъязычной дуги. Все эти кости, по идее, следует запихнуть внутрь черепа, что испортит визуальное впечатление. А сделать это правильно будет сложно, так как здесь слишком много хряща, резко уменьшающегося в размерах и искажающегося по форме при высыхании. Но в любом случае, значительная часть данных элементов осталась бы незаметна за жаберной крышкой и внутри черепа. Как раз на этой схеме можно также показать, насколько сильно отличается череп рыбы от нашего с вами. Вот смотрите. Это подвесок, та самая кость, которая в черепе рыб соединяет разные отделы друг с другом. А у человека в ходе эволюции подвесок превратился в стремечка среднего уха. Вот это квадратные и сочленованные кости, которые у рыбы образуют сустав нижней челюсти. А у человека эти же две кости в ходе эволюции превратились в молоточек и наковальню среднего уха. Настолько сильно все изменилось. Итак, череп сварился. Пришло время аккуратно вытащить, очистить и разложить все кости. Желательно сразу придумать себе систему и раскладывать кости по порядку. Отдельно левую и правую стороны, чтобы не запутаться и ничего случайно не упустить. Костей будет много. Если вы испытываете сомнения по поводу того, сможете ли потом вспомнить и собрать все так, как было, можно делать фотографии перед извлечением каждой косточки, фиксируя ее изначальное положение. И дальше ориентироваться по фотографиям. Даже если вы уже собирали раньше череп другой рыбы и хорошо помните биологическое строение, все равно можно запутаться. Например, я когда-то уже собирал вот такой череп толстолобика. В принципе, он состоит из тех же самых костей. Но форма, размеры и степень окостенения элементов значительно отличаются. Поэтому трудно сказать, что он подходит как наглядный пример. В фото шпаргалке намного надежнее. А также пригодятся фотографии именно щучьего черепа в готовом виде, если таковые найдутся в интернете. В общем, кости разобраны, промыты и разложены. Теперь их стоит оставить где-то на сутки, чтобы все просохло. А пока я покажу чисто хрящевые конструкции, которые через день слишком сильно скукожатся. Во-первых, носовую часть черепа заполняет большой и гибкий хрящ. В принципе, это не страшно, так как он со всех сторон окружен полноценными костями. А если он не успеет слишком сильно сохнуться, его имеет смысл все-таки оставить внутри для полноты картины и как ориентир для приклеивания других костей. Во-вторых, вот так выглядит нижняя хрящевая часть ротовой полости. Это место для соединения подъязычной и всех жаберных дуг. Здесь располагаются окостеневшие площадки со дна ротовой полости, которые теперь можно легко отделить. Также можно увидеть рудиментарную пару пятых жаберных дуг. Подъязычная дуга была усажена рядом мелких косточек, на которых натянуто кожное полотно, прикрывающее жабры. Мозговая коробка сверху хрящевая, но это также не помешает, поскольку на неё плотно ложатся отделённые ранее покровные кости. Ну, вот ещё последний кадр на данном этапе. Три зубастые площадки с верхней части нёба. Пока что зубы двигаются и отрываются при неосторожных движениях. После высыхания всё станет монолитным. Итак, прошли сутки. Посмотрим, что произошло. Первое, что бросается в глаза, некоторые кости, несмотря на то, что они вроде бы были твёрдыми, начали скручиваться в тонких местах. Отчётливее всего это видно на жаберной крышке. А вот ещё один вариант. Эти две кости должны соединяться, но одна из них скрутилась в месте соединения. Для того, чтобы приставить кости друг к другу, придётся снова чуть-чуть размочить свернувшийся конец, что тоже вполне возможно. Вооружившись фотографиями, схемами или собственной идеальной памятью, начнём склеивать кости в изначальное положение. Я буду использовать клей ПВА, поскольку при высыхании он абсолютно незаметен на костях. И поэтому можно наносить достаточно большие капли, укрепляя места склейки. Любителям пазлов должно понравиться. Это такое же спокойное и слегка медитативное занятие. Поэтому, если вы фанат головоломок, но уже собрали достаточно много пазлов, просто отправляйтесь на рынок за какой-нибудь рыбкой. Разница лишь в том, что после соединения каждой пары элементов придётся подождать минут 15, пока клей высохнет. Так или иначе, в течение дня череп собирается даже в неспешном темпе. В принципе, готово. Сборка ориентирована больше на декоративную функцию и не претендует на биологическую точность, однако достаточно близка к ней. Пожалуй, покажу ещё раз всё вместе с неиспользуемыми компонентами. Вот это собранный череп вместе с челюстями, жаберными крышками и подвеском. Для него я сделаю потом подставочку. В изначальном виде в глубине располагается другой элемент, представляющий из себя комплекс жаберных дуг и подъязычной дуги. В этом кадре хорошо видно подъязычную дугу и разложены костные отростки с левой стороны дуги. Хрящевая часть уже сильно высохла и сжалась, корректно разместить на ней две жёсткие площадки не получится. Также видны основания первых двух пар жаберных дуг. Четыре полноценные пары состоят из вот таких косточек. Ещё здесь же располагается пояс передних конечностей, то есть грудных плавников. Положу в кадре самые крупные внутренние кости. Ну и начало позвоночника с характерными отростками. Шеи как таковой у рыб нет, поэтому никакого шейного отдела не выделяем. Просто позвоночник. Теперь нужно сделать какую-нибудь подставку. Я воспользуюсь кусочками МДФ, оставшимися после изготовления предметного столика из своего соседнего видео. Исходя из размеров черепа, мне нужно выпилить фрагмент 8 на 16 сантиметров, чтобы полностью ограничить конструкцию. А для того, чтобы приподнять череп в воздух, я воспользуюсь двумя большими гвоздями. Гвозди просто вбиваются посередине в заранее выверенные точки, а затем череп помещается на шляпках. Разумеется, на шляпке предварительно капается клей. И вот конструкция готова. Последний штрих. Добавлю этикетку на подставку. Если вам понравилось данное видео и захотелось поскорее самостоятельно расчленить голову какой-нибудь рыбине, не забудьте сначала поддержать автора подпиской на канал, лайками и комментариями. Спасибо за внимание и успешного складывания пазлов, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok